У меня такое случайное случилось в совокупствах, когда в вашем стихотворении умирают все Гессы, Гитлер, ну все умирают, почему в вашем стихотворении умирают женщины? Они действительно умирают только в стихотворении или для вас женщины как бы, понимаете? Да, 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 очень понятно. Вы понимаете, ну как бы я понимаю, что как правило люди, занимающиеся какой-то темой, очень определенно и болезненно воспринимают некие события, которые случаются просто по той причине, что там по порядку алфавита шла буква Ж. И естественно, как бы кто вымер, женщины? Если в русском алфавите не было буквы Ж, то женщина жива бы осталась. Удовлетворительный ответ. А вы себя действительно считаете гениальным поэтом? Кого? Вы себя действительно считаете гениальным поэтом? Я вообще себя поэтом не считаю. Я деятель культуры вообще-то. И вообще терминология гениальна, это не из моего словаря, у меня нет этого термина. Это из разряда, так сказать, исповедальной романтической поэзии. Вы сказали, что вы пытаетесь в своем творчестве избежать совпадений с поэтикой рока. А в чем вы видите эти совпадения? Нет, я надеюсь, что их нету, но я просто там сколько, года три занимался роком. Была такая группа «Среднерусская возвышенность», где я как бы занимался этим роком. Но мы, это была группа художников, которая воспроизводила тип рокового поведения. Но роковая среда лишена рефлексии, и поэтому она буквально восприняла наши действия. Мы стали чудовищно популярны. И следующий этап был либо уходить в рок-деятельность, либо делать жесты столь явные, откровенные, которым нам самим было неинтересно. И мы просто оставили труд деятельности. Дело в том, что роковая позиция, вообще рок, политика, поп – это зона серьезного и героического высказывания. А я отношусь не к высокой культуре, а к серьезной, которая рефлектирует не по поводу ошибок чужих высказываний, а по поводу возможности собственного высказывания. Зона героическая не терпит сомнений в возможности личного высказывания. Посему, если уходить в рок, надо менять тип поведения и отношение к слову, к самому себе. Вы сказали, что для вас милиционер – это протагонист, страдающий, положительный герой. Скажите, у вас как упоминается достаточно часто, по-моему, пожарник? Что вы о нем скажете? Пожарник – это для меня был представитель хтонических сил, который с огнем связан, поджигает все. И, собственно, если вы почитаете, там, собственно, культурный герой его смиряет. Это милиционер. Вопросы есть? Да-да. Какие у вас платы? Да, слушай. Платы коварные. Вы знаете, это нужно с ударником. Там, 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 та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Вот это вот там. А, например, лисбийское стихотворение, извините, как нужно вообще написать, этого не прочувствовать? Ну, мы говорим, что это не так. Да-да-да, правильно. Ну, я вам расскажу примерно, когда я писал, как женский поэт. Я, поехав в город Калугу и читал там, ко мне после выступления подошла одна женщина и сказала, как вы тонко чувствуете женскую душу. И она была не очень права, потому что и женская душа, и женское сердце – такой же конструкт, как и тип женского письма. Посему, когда ты точно попадаешь в этот резонанс, то практически ты воспроизводишь всё, что нужно для этой драматургии. Женская душа, женские исповедальные слова. Точно так же и лесбийское – это определённый тип, собственно, дискурса, который воспроизводится. Я не говорю о личных переживаниях и трагедиях. Это квазикультурные, то есть это некультурные вещи. Например, можно запасть и как бы впасть в экстаз на матрёшке. Поэтому вот этот род некультурных переживаний – это не то, что они плохие, некультурных. Я с ними не работаю. Поэтому искренность, неискренность, экстаз, неэкстаз – это не сфера моей деятельности. Возможно, я очень узкую сферу себе избрал, но в принципе я избрал то, что совпадает с моей личной синдроматикой. Проблема каждого человека, если, как мне кажется, чтобы удалось, это свои личные фобии, синдроматики и прочее, как-то канализировать какие-то значимые культурные темы, чтобы это не оставалось просто чертами его личной болезни, а как-то можно было их реализовать в культуре. Вот, собственно говоря, у меня есть определённые фобии, синдроматики, которые я попытался найти почву для общего, куда-то их канализировать в общие значимые какие-то культурные темы. Насколько мне удалось, это уже другое дело. Внутренне мне это удалось, поскольку моё письмо для меня внутри имеет медитативное и, так сказать, гигиеническое свойство. А наружу это уже другое дело. Может быть, мы теперь перейдём к неформальному общению и поблагодарить Дмитрия Александровича. Спасибо.